Мы настолько привыкли к внешнему виду некоторых пород, что просто не можем представить их себе с ушами и хвостом. Ведь раньше их всегда купировали, это было четко прописано в стандарте породы, и увидеть лапоухого добера было практически невозможно. Да и ротвейлеры с хвостами не разгуливали, у Алабаев все было чик-чик. Поэтому сейчас мы обсудим тему купирования хвостов и ушей разных пород собак и то, насколько это актуально для человека 21 века. Для начала давайте перечислим популярные в нашей местности породы, которым обычно купировали хвост и уши, либо что-то одно из этого. Я покажу вам собак с купированными ушами и с целенькими, и уже тебе решать, кто из них красивее, пиши в комментариях. Я с удовольствием прочитаю каждый. А вот и Добермания морда. Простите, не удержалась. Что скажете, кто красивее? Как по мне, Доберман с ушами это як дартриер или такса. В общем, это тот случай, когда породу делают уши. Чего, ну никак нельзя сказать про Алабаев. На самом деле Алабаев с хвостом и ушами достаточно симпатичен, это по моему мнению. Также дело обстоит и с кавказцем. Что с ушами, что без ушей, просто красавчик. Пройдемся по бойцовским. Амстав, Питбуль. Хм, какой серьезный дядька. Ротвейлер с хвостом и без хвоста. Канекорсо. Эта морда у нас стала невероятно популярной за последние годы, и видите его с ушами и без. В случае с этой собакой хочу сказать, что когда он без ушей, прямо кровь в жилах стынет. Вот как-то страх навеивает. Ну а с ушками он такой симпатичный, мимишный песик. А вот две версии немецкого дога. Какая вам больше по душе? Ну и куда же без боксера? Вот его две интерпретации. Возможно, вы сейчас вспомнили еще многих собак, которым купируют хвосты. Ну, те же спанели, науцеры, йорики, пудели. Перечислять всех нет смысла. Давайте определимся для начала, зачем вообще придумали купирование, с какими целями его делали в прошлом, и актуально ли оно сейчас. В дремучем прошлом люди и взаправду считали, что купирование хвоста предотвращает бешенство, укрепляет спину и увеличивает скорость животного. Как вы понимаете, все это ерунда. А вот в отношении норной охоты и собачьих боев абсолютная правда. Это же касается и пастушьих собак. Мы уже говорили про алабаев и кавказцев. В схватке с волком, непосредственной своей среде обитания, там, где они помогают пастухам пасти овец, наличие ушей и хвоста может стать их ахиллесовой пятой. Традиция купировать уши уходит так глубоко, что даже трудно разобраться, с какого времени собакам начали делать эту процедуру. Например, мы точно знаем, что в Древнем Риме легионеры подрезали уши своим собакам, молосам, чтобы в бою пса было сложнее поранить, и он вышел победителем. В общем, я думаю, вы уже поняли суть. Это было сделано не для красоты, а из практических соображений. Итак, если ты не живешь в Древнем Риме, если у тебя нет татар и овеза, которые охотятся стаи волков, ты не участвуешь в собачьих боях, а это вообще-то нелегально и негуманно, ну, вообще это полный бред. Самоутверждаться за счет силы пса и что-то кому-то доказывать, я считаю, это просто верх низости, трусости и малодушия. Эх, снова я сошла с темы, просто недавно видела ролик в Ютубе с такими боями, с алабаями и немного возмущена. Думаю, вы разделяете и понимаете мои чувства. Напрашивается логический вывод. Причина современного купирования — это дань традициям и моде прошлого, и вопрос вкуса и личных предпочтений хозяина. Но почему же тогда сегодня все чаще критикуют тех, кто все-таки подвергает своего щенка купированию и из стандартов многих пород исключено купирование ушей или хвоста? Если вас интересует список стран, в которых запрещено купирование, эту информацию легко найти в Википедии. Особенным удивлением для меня стало, что купирование полностью запрещено в Южной Африке. Представляете, даже в Африке уже люди не купируют своих собак. Хотя я вообще сомневаюсь, что там есть питбули, доберманы, алабаи. Итак, почему общество защиты животных считает эту процедуру жестокой или даже калечащей? Есть ли какие-то научные данные, которые реально это подтверждают? Я предлагаю для начала разобраться с ушами. Как правило, купировать их можно не раньше 2-3-месячного возраста, иначе можно испортить экстерьер собаки. Ведь невозможно определить, как изменится форма головы и ушей через пару месяцев, когда ты имеешь дело с совсем маленькой крошкой, больше похожей на мышонок. Как вы и сами понимаете, 2-3 месяца это уже ребенок, который многое понимает, его даже дрессировать можно. И хотя операция проходит под полным наркозом, опять же, внимание, полный наркоз, насколько это хорошо. Мы с вами знаем, что это влияет на мозг и на его развитие, и как следствие и на потенциал собаки. Это удар по сердечно-сосудистой системе. Ну а когда наркоз пройдет, мы с вами понимаем, что будет больно щенку, и он будет пытаться почесать уши как-то, что-то как-то себе помочь, но такой возможности у него не будет, так как на него наденут вот такую вот штуку, и, в общем, придется все это терпеть. И здесь вспоминается поговорка, красота требует жертв. Все так, но если ты сам идешь на эти жертвы ради своей красоты, то, пожалуйста, на здоровье. Но если ты заставляешь кого-то это сделать ради того, чтобы тебе было красиво, хм, разве это гуманно? Опять же, ответ на этот вопрос находится только у тебя. На самом деле уши собаки это не просто слуховой аппарат, не просто два хряща, это средство общения, это способ коммуницировать. Ушами собака подает очень много знаков и сигналов, которые может считать грамотный хозяин, если он разбирается в собачьей психологии, ну и, естественно, его сородич. Обрезая уши, вы лишаете свою собаку, ограничиваете ее в проявлении своих чувств и эмоций. Вернее, нет, она будет чувствовать и реагировать на мир, но считать это другим собакам будет достаточно сложно. А как обстоит дело с хвостом? Эта процедура на самом деле не так ужасна, если сравнивать ее с ушами. Купировать хвостики можно только с 3 по 10 день жизни щенка. Это бессознательный возраст, многие щенки даже не чувствуют никакой боли, кровопотеря минимальная, при желании хозяина она может проводиться под местным наркозом, но все же не стоит делать это самостоятельно, лучше довериться ветеринару. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему в некоторых странах сделана поблажка в отношении купирования хвоста, но запрещено купирование ушей. И тут, конечно, можно подумать, чё, так, какая проблема, будем резать хвосты налево и направо. Но дело не так просто, на самом деле это тоже важный социальный инструмент для твоей собаки. Он не менее полезен, чем для нас руки, когда во время разговора мы жестикулируем и активно что-то выражаем. В общем, хвост – это способ передачи различных внутривидовых сигналов. В ходе исследования выяснилось, что к собакам с более короткими хвостами сородичи подходят с большей осторожностью, так как не уверены в эмоциональном состоянии купированной собаки. По этой причине собаки с купированными хвостами могут вырасти агрессивными, асоциальными и замкнутыми. Чтобы этого не произошло, нужно с раннего возраста помочь собаке адаптироваться, если она уже у вас без хвоста, и научить её общаться с другими животными, найти друзей на собачьей площадке, которые тоже привыкнут и поймут, что вашей собаке можно доверять, дружить и общаться. Не недооценивайте общение, которое должно обязательно быть у собаки, общение с её сородичами. Это точно так же, как если бы вас держала стая волков, и вы не имели бы возможности общаться с человеком, ни с одним человеком. Ну, просто так свихнуться можно, это ненормально. Точно так же и для них это ненормально, быть лишёнными общения со своим видом. Поэтому задача хозяина, любящего хозяина, помочь своей собаке удовлетворить эту потребность. Ещё один интересный факт. Сравнение купированных и некупированных собак, бегающих и прыгающих, показывают, что собакам с купированным хвостом приходится работать усерднее, чтобы компенсировать потерю хвоста. Патолог собаки и эксперт по спортивной медицине профессор Крис Цинг считает, что дополнительный стресс, наносимый суставом купированных собак, может иметь долгосрочные последствия для здоровья и особенно аукнется в старости. Также стоит учесть, что некоторые породы используют свои хвосты в качестве рулей при плавании и, возможно, для баланса во время бега. Поэтому активные собаки с купированными хвостами могут оказаться в невыгодном положении, по сравнению с их хвостатыми собратьями. В общем, обрезав хвост, физуху собаки вы явно не улучшите. Давайте подведем итоги. Конечно, некоторые породы вообще теряют весь свой шарм, обаяние, интерес, если остаются с ушами, ну, как в случае с Доберманом лично для меня. Но в то же время, хочу сказать, что я бы не стала ни за что обрезать уши своему щенку, даже если это предусмотрено в стандартах породы и выглядит классно, красиво. Да, может быть, я лучше тогда возьму не Добермана, а боксера, Канекорса или Стафа, ну, кого-нибудь, кто адекватно смотрится с этими ушками-пельмешками. А вот насчет хвоста, ну, не знаю, тут надо подумать. Но в любом случае, как бы там ни было с хвостом, решаю это уже не я, решают заводчики, которые уже в раннем возрасте провели эту процедуру. Конечно, я могу подыскать себе хвостатого щенка, ну, или взять собаку без хвоста и помочь ему войти в собачий мир и найти много друзей, даже не имея этой полезной штукенции. С вами была Ирина и проект Мокрый Нос. Спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца. Если считаешь его полезным, влепи лайк под этим видео и нажми на кнопочку подписаться, она там совсем рядышком, далеко идти не надо. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok